друзья на связи константин и сергей ну что мы из балчика вот опять вернулись назад вот другой дом вот за моей спиной новый дом который мы ехали вот сожалению нас не получилось арендовать этот дом на два месяца мы его арендовали на месяц с копейками да там еще там 5 или 6 дней дополнительно потому что там все дальше занято вот так как люди уже лето и люди в общем-то едут тут отдыхать и так далее и хотя там занято не полностью кусками ну нам сказали что не будь же не людей уже отказывать им так как они все равно приезжают и так далее тогда ну и понять тоже можно вот в общем такая вот ситуация вот но мы принципе сейчас так осмотрелись немножечко и в общем довольны вот потому что ну скажем так во первых сейчас 1 мая 1 мая до 1 до 2 2 2 мая довольно тепло вот сейчас мы на улице находимся хоть в свитере константин вообще в рубашке этой майке а я вот в свитере не успели еще как говорится перейти в нормальную одежду вот довольно тепло вот мы проезжали варну была температура 22 23 градуса здесь мы приехали сейчас пока пока за девятнадцать с половиной но вот на солнце ощущается очень тепло очень прям аж хорошо греет не хуже чем на хиосе но может чуть похуже конечно немножко но в целом так хороший такой хороший такое солнце вот сейчас как раз где-то часов 15 дня вот и довольно тепло вот мы уже были около моря посмотрели море еще никто не купается море черное у нас его отсюда видно кстати хороший вид такой замечательный вот у нас есть бассейн мы его тоже пощупали так немножко вот но пока тоже купаться наверно рановато значит ну тут такая вот приятная территория за моей спиной как видите с видом на на балчики на черное море вот там вот вот ну в общем красиво из окон тоже красивый вид единственный недостаток который здесь мне пока не понравился это то что дом немножко замерз и вот мы сейчас прогреваем тут со всех сторон а тут такого скажем такой функции как подогревающие полы там или еще чуть чуть нет ничего вот поэтому прогреваем кондиционерами вот значит там есть продадим по такой еще нагреватель вот но он оказался стык с такой вилкой с тремя контактами смешной вот что розетки есть а вилки а куда его воткнуть нет вот ну а все остальное кондиционер выключился а вот а все остальное а все остальное в общем нам нравится так все довольно хорошо организовано есть полив есть и до садовник вот будут к нам приходить за примерно 40 евро уборку дома делать это нормальная цена в принципе для такого дома для вот для того который был раньше у нас соколова тут и было многовато а это так в принципе нормально у нас так везде было вот что тут еще будет бассейн чистить вот да внизу есть сейчас мы пойдем вам показывать весь дом вот на сверху спальни тут на среднем этаже такая большая скажем холод все остальное там кухня это как примерно в дом устроен как в это был на острове хиву заходишь в середину вот а вниз идешь там значит всякие разные написаны эти собранные стиральные машины там гладильницы бильярды и прочая ерунда а идешь наверх там спальни а в середине как бы это самое большая большой хол где можно скажем так развлекаться вот ну сейчас пойдем внутрь посмотрим как внутри друзья ну вот мы зашли внутрь собственно вот вот тут такая мощная дверь как констатин покажет вот самое смешное другое это как говорит типа этот самый дверь она короче видите у нее есть эти ригели здесь 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 то есть она закрывается тут прям со всех сторон еще и снизу наверно сверху если нет сверху нету но в то же время если посмотреть вот сюда вот такое огромное окно вот который так это аккуратненько стукнуло оно бы выпало и заходи себе сколько хочешь зачем ты такая дверь не совсем понимаю вот варе они т.п. значит они будут это проверить упорно наверное для того чтобы это самое ну вот собственно мы попадаем в кул это значит наверх ведет лестница эта лестница ведет санузел санузел стандартный ничего особенного вот такой вот что только лампочки плохо светится может у тебя тут диммеры кругом стоят надо посмотреть вот вот стандартный санузел они на всех этажах такие вот есть такая скромная показываешь что есть такая скромная скажем душ вот унитаз ну и тут зеркало все тоже как бы довольно скажем скромная но с вкусом никаких проблем нет есть сливы здесь стоки все продумано вот в общем то мы не первый раз сталкиваемся с такой конструкции она нравится ну дальше тут идет небольшой холл кстати вот тоже полезная вещь оказалась мы никак не можем добиться этого дальше тогда попадаем в зону основную на нулевой этаж так назовем это вот но тут нулевой этаже что значит тут есть выход на балкон это конечно очень красивый вид открывается с него видите да вот константин сейчас подойдет покажет вот я почему говорю что не взять на открывать потому что мы мы дом греем изнутри на улице в тени довольно холодно вот мы сейчас вышли мы сейчас в тени находимся тут довольно прохладно вот поэтому мы как бы это ну конечно видно на бассейн тут замечательно мы кстати на это и купились когда этот дом брали вот этот вот этот бит вот отсюда снят он просто ну просто замечательно смотрится прям вообще шикарно вот ну такая панорама вот мы видите не совсем на той горе она кажется что она не высоко на самом деле мы какие-то на середине а туда еще лезть и лезть я раньше поднимался там где-то вот но вот там балчик вот там албена вот ну в общем так вот как бы такой вот такая территория ну это конечно вид красивейший вот приятно очень очень здорово все смотрится так ну пойдемте в дом еще там посмотрим что там там у нас это все оборудовано москитными сетками естественно все хорошо сделано вот немножко куда окна слабенько закрываются что-то у них тут все портомалось вот так нормально все большой этот самый камин есть сейчас разбирается с камином работает он или нет причем важно что он работает или нет потому что довольно прокладно я вам должен сказать сейчас уже нагрелась кондиционер работает так уже тут довольно тепло но в целом еще ну явно не прогрелась то есть это мы где-то только на третий день получим более-менее такой дом который уже прогрелся и обжим сейчас на всех этажах работает камин вернее кондиционер для того чтобы как-то это сделать есть небольшая такая зона отдыха телевизор телевизор мы свой купили вы знаете да мы вам говорили да мы купили телевизор за дешево когда но хороший этот 40 бра дюйма то есть наш телевизор вот такой вот так больше этого с большим экраном вот и высокой четкостью вот то что это телевизоры микроскопические я их видеть не могу вот я и так-то ничего не вижу а так вообще вот вот я уже про камин говорил тут еще есть интересная штука это камин в огревателе вот это мы не поняли вот так это выглядит в общем логично но непонятно куда включать нет такой розетки здесь нет вообще что-то такое дали вот дальше что тут еще вот тут всякие бездарушки сложены это помню когда мы первый раз эту штуку выберу вот эту я значит я говорю тут наверное швейная машинка еще что-то нет тут ничего нету пустая коробка ничего нет вот ну красиво не могу вспомнить от чего эти коробки они на что-то похожи а на что вспомнить не могу вот дальше дальше что тут еще вот ну кухня кухня полнофункциональная вот единственное тоже опять же бросается на закат глупость я понимаю вот холодильник хорошее ну если вместо того чтобы поставить вот сюда как логичное место да и освободить кухонное пространство и вы его взяли сюда в пюрглер ради двух вот таких вот бессмысленных вот этих вот этих барных стой так как вот тут будет прям вот эта барная стойка без меня никак нельзя хотя она вполне могла бы стать и вот здесь и вот здесь вот с двух сторон и пусть бы тут себе алкоголь употреблять или что дальше тут есть еще тостер есть кофеморочная кофеварочная машина плита хорошая не знаю какой-то фагур что такое не знаю дальше этот вытяжка есть духовка да хорошая духовка вот есть посудомоечная машина большая причем вот кстати почему-то включена зачем непонятно вот значит главное набор всяких разных тут нету ничего набора всяких мы еще сами не смотрели вообще не знаю тут всякие тарелочки разные вот значит ну вот так вот в общем на хорошем плане еще вот это микроволновка вот и так далее то есть вот как бы в общем достаточно функционально все мы всегда берем что обязательно с посудомойкой чтобы не заморачиваться на мойку посуду на все остальное ну вот такая вот большая комната надеемся что там нужно будет организовать рабочее место вот около на этом большом столе тут мы обычно кушаем всегда на маленьких столиках сюда мы решили перенести большой столик поставим его впереди на него поставим наш телевизор вот а вай фай ты взял не взял да а есть он где-то неизвестно значит про вай фай пока ничего не спросили так здорово вот значит ну и пойдемте наверно вниз или вверх вниз пойдемте вниз это вот сюда вход и мы попадаем собственно в этот как это называется комната для спорта и развлечений значит тут тоже внизу оборудована то есть такая же ванная комната ничего не отличается той стандартная совершенно да вот значит и дальше и дальше собственно идут вот такой вот вот такой вот холл который что интересно он как раз уходит видите выход прямо под бассейн то есть в бассейну можно идти покупался позагорал зашел в бильяр поиграл тут еще что интересно огромное количество всяких бессилковых вещей тут плейстейшн тут значит еще что-то такое вот эти машины там ну в общем шоу проигрыватель с дисками диски все-таки это находили истетические но бильярд кто любит бильярд в материи константин любит бильярд в играть он специально обрадовался что есть бильярд вот есть бильярд это замечательно бильярд он конечно не полный размер насколько я понимаю но есть вот эти самые спиртособления различные так все нормально эти две комнаты закрыты вот что интересно вот этой комнаты ее не было то есть эту комнату все было недавно первоначально дом был такой тут такая ниша была встроенная вот туда можно было поставить вот стой снаружи можно было поставить велосипед или там поставить столик чтобы сидеть там когда тень такая чтобы была когда жарко а сейчас тут комната она не открывается ну и вот эта тоже комната закрыта мы тоже не знаем лагунка а вот тут в этой комнате находится развертая тоже бильярд массы еще особенного значит тут вот стиральная машина мойка такая гладилка ну тут чтоб приводить как говорится вещи в порядок холодильник еще рабочий ничем не ясно здесь много еды у вас мы ее закрыли тут уже довольно тепло так нормально уже более-менее кондиционер работает у нас на тепло ну вот это такой вот цокольный этаж не знаю как хорошо будет со светом синамоля вот такой у нас так бы этаж нелюбный да теперь пойдемте наверх на третий этаж посмотрим ну вот собственно это третий этаж вот здесь ну что-то такого из-за гелья снова скажу здесь основно располагается спальня вот одна спальня такая я решил в ней спать две кровати длинные большие ну хорошо вот единственное мне нравится конечно что вот это вот тут балкон еще есть мне нравится что это будет выход как говорится нас нас оттуда сильно видно оттуда с этих домов ну в целом ничего так такой себе вид да? не очень но балкончик хороший вот значит а вот это вот у телевизора тоже нет есть чем-то ну наверное это надо вот вот тут такая спальня тут себе буду я буду тут спать вот не знаю помещу себе в длину тут кровать какая-то коротковатая но зато тут шкаф уже вот шкаф мы решили заполнить здесь будут большие эти самые повесим сюда все что необходимо в этот шкаф вот такая большая спальня тоже прогревается она уже нагрелась ну вид естественно тоже хороший лучше вон там да вид тоже замечательный видите да все видно все красиво все хорошо вот то есть вид очень хороший ну и там еще две спальни следующие вот значит маленькая спальня не совсем хорошая вот крошечная такая спальня но за то что интересно она причем-то пратентует на роль спальни хозяйской как это говорить можно да мастер спальни ну вновь потому что имеется своя собственная ванная комната ванная неплохая то есть всего получаться у нас 4 beş ванная комната а а не на первом этаже а на первом тоже чиждается о чем четверо а одна даже в спальни хорошо ну мы решили ее закрыть потому что нам по большому счету не нужно ну и премию облиzza как основной DP потому что здесь очень хорошо устроена душевая, она легко закрывается, тут можно нормально мыться, никаких вот этих дурацких, похоже, что в Хиосе тоже была когда-то такая, пока не сломали, а потом повесили такую вот клеенку дурацкую, поэтому это более удобно для того, чтобы пользоваться. Так что, ну тут все тоже стандартно довольно-таки, довольно хорошее, мы сейчас все тоже держим дверь открытой, причем, чтобы все прогрелось, сейчас в двух спальнях работают кондиционеры, здесь тоже уже довольно тепло наверху, вот эту закрыли, вот думаем, что до вечера будет уже все в нормальном состоянии, но сейчас привезем дров, еще запалим камин, представляете, какой будет, это будет камин, это все, это уют и красота, вот, ну что, на этом мы прощаемся, у нас есть магазин, поедем в клик, вот, купим еды, что интересно, Болгария у нас пока, спойлер, можете заткнуть уши, закрыть глаза, вот, значит, Болгария пока самая дорогая страна по еде, вот, ну, будем смотреть, что сейчас будет, вот, ну вот, пока по всем нашим подсчетам, предварительно, до этого, которые были, Болгария самая дорогая страна, ну, сейчас поглядим, на этом прощаюсь с вами, пока-пока, Константин и Сергей. Продолжение следует...